Ага, зашли в кафешку такую, дали в клайер. Сказали, напитки бесплатные дают. Спасибо. Бесплатные это самое дают. Привлекают. Посмотрим, что тут есть. Вообще, зашли случайно. Интересно, отработали. Надо это Константину так же делать. Окрошка сенечная. С прохладной водички посмотрите. Спасибо. Здравствуйте. Катя, можно выкинуть? Можно, да. Спасибо. А у вас сколько? 12. 12. Куриные крылышки. Отбивная с сыром ананасом. Интересно. О, пюре с котлетками. 85 стоит. Так получается. Нормально получается. Главное, чтобы вкусно было. Банцетки. Ну вот, кстати, 12 штук не менее, да? Не больше, 16. 18. 18. 18, да. Ну вопрос, что размер пельменек. Да. Они могут быть маленькие, а могут быть большие. Что? 70. Что? Что ты говоришь? 70. Здесь пельмени? А там 100, да? Посмотрим. Здесь неплохо. Смотрим. Смотрим. Это вообще только на фруктах. Вообще только на фруктах. Все. Цитрусы любите? Мараппу любите? Да. Или что-то отдельное. Апельсины, лаймы, соответственно, мараппу. Я могу с этого сделать лимонад. Добавляем содовый лед. Угу. 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 И ты будешь пюре с котлетами, да? Угу. Пюре с котлетами. Хорошо. А много такие людей по флайерам приходят? Ну, мы работали только, получается, на ту неделю первый раз отработали. И промоутеры у нас первый раз. Он хорошо так отработал. Вот. А все остальные дни работали мы сами. Ну, тоже так же. По напиткам у всех входят. Там стояли? Да. Сами. Потому что выхода не было. Мы только открылись. Пукающий персонал не убираем. Вот в ходе. И поэтому промоутер вышел сегодня первый день. А вы давно здесь? Пять баллов. Пять баллов. Промоутеру пять баллов. Спасибо. Не рада. По первому шесть, пять, пять. Угу. Назад не тянете? Нисколько. Хочется только родителей каких-то принять. Наверное, если вы хотите, то у меня уже с вот четвертый год я дома не была. Вы с России? Да. Теренбург недалеко. А вы откуда? Теренбург недалеко. А вы откуда? Ну, мы из Питера. А просто она... Я там часто была. Да. Я так. И вообще не охота, да? Ну, вообще не охота. Тепло здесь просто, да? И в тепле, и в одежде, и по здоровью. И за климата здесь большую часть. В этом нет. Ну, вот. К тому это родители, это подручка, да. А медицинские услуги здесь нормальные? На уровне? Они, ну, есть на уровне, есть на уровне, есть на уровне. Есть высокие, есть на высокие. Просто если с Россией сравнивать? Ну, дешевле. Дешевле? Если зубной врач, очень дешевле. А, ты говорила про зубы что-то, да? Тут зубы все вставляют. Может, проверим тоже? Ну, если по приему врача в больнице, это самая высокая сумма с 750 рублей получается. Ну, это в обыкновенной больнице. Есть очень дорогие больницы, где как в местном приеме в лет 3000 рублей, мы за 5 лет два раза все в больнице обращаемся. И это очень важно. Если в России, например, сдать анализы различные, даже на, так сказать, по железной гормоны всякие разные, там выходит около 10 000 рублей. Я здесь сказала те же самые анализы, но на дешевле. Ну, в таком плане. В больнице дешевле. Что ты дорожишь? Это дешевле. Если, конечно, лежать в больнице, да, это дорого, это иностранство. Потому что один день там почти миллион. А вот эта страховка, она, как бы, имеете страховку или без страховки хоть нормально? Есть страховка, но страховка тоже, смотри, если ее прописывать на все, что можно, то она будет не дешевле. А если какую-то часть учитывать, то она не всегда везде подойдет. Просто очень часто навязывают страны, типа, иметь страховку. Но я слышал, что в Китае все очень дорого, поэтому ее лучше иметь, чем не иметь. Ну, это редкий случай. В Европе. В Европе. В Европе. В Европе. Если у человека какие-то заболевания есть, то, конечно, лучше делать страховку. А, если риск большой, да? Риск большой по каким-то каким-то, да. А если опасность, там, разбиться на байт или что-то такое, то это уже зависит от людей. И особо страховка здесь не такая. Особо если человек пиво или что-нибудь в счетах. А, ну да, там же тоже нормально. А, ну да, там же тоже нормально. Ну да. Поэтому, ну смысл, а тут почти все пьют. Конечно, если был алкогольным обвинением, никакая страховка действует. Ну, это смысл. А это везде, наверное. Это в России так. И для детей, если есть, вроде все. А так, смысл у меня нет. Лишин в больнице так скоро. Спасибо. А нам туда? Да, да, да. Пюро с котлетками и кремень. Да, да. Пока, да. Да, людей просто, они уезжают, их особо и не тянет. Ну, может быть и тянет, но не сильно парит. Так, чисто. В гости приехал и свалит. Местички симпатичные. Даже вон тут у них что-то тут греется. Здесь нам даже на огне что-то делают. Находится недалеко. Мы так, мы даже вообще-то сюда, у нас просто случайно сюда парень вон тот в футболке заманил. Черно-белый. Говорит, бесплатные напитки не хотите, просто флайер показываете, приходите. Ну, мы сразу сюда и пришли. Сразу и заказали. Молодец. Вот так надо работать. Такой бесплатный коктейль можно получить. Причем, если вы семьей приходите, значит, вам на всю семью дадут. Мы можем попросить без сахара. Попробую-ка я. Вкусненько. Апельсин с маракуйей и слаймом. Кстати, у них здесь и Wi-Fi бесплатный тоже есть. 5G нормальный. Пришли котлетки с пюрешкой. Ну, на вид, мне кажется, она немножко маленькая порция. Не знаю, может и нормально. Посмотрим, что дальше ходит. Подъехали пельмешки. Сколько здесь? 12 штук? Так, стоят они 70, да? Это стоит 85, это стоит 70. Ну, нормально. Попробуйте, насколько это вкусно или по-домашнему. У котлетки они как будто бы на пару. Ну, наверное, они какие-то запеченные. Ага. Они вкусные, но немножко суховатые. Мне кажется, это там, наверное, куриное мясо, что ли. Пирожка давно не ела пирожки. Ну что, вкусно, попробуй. Не будешь? Сейчас. Я от пельмешки попробую. Сейчас пельмень попробуем. Пельмени схожи, наверное, с теми, что мы ели. Мне кажется, здесь тоже мяса хватает. Такое же примерно тесто. Разве что только здесь получается 12 за 70, либо 18 за 100. Пирожка. Каждый сам выбирает, что он больше. Мне кажется, здесь немножко побольше размер. Да? Да. Это кажется. Не знаю. Ну и скажи, как тебе пюрожка, как тебе котлетка и как тебе пельмешки? Кстати, вкусно все. Мне пюре понравилось. Пюре очень вкусное. Может быть, его не так много, но оно вкусное реально. Вкусная картошка. Как котлетка? Он соль можно его добавить. Да? Ну понятно. Ладно, доедим, потом отсылки поставим. Мне показалось, что пельменишь недостаточно чего-то. То ли чеснока, то ли перца, то ли соли. Как будто они немножко такие сделаны под диетическое питание. Эти? Да. И котлетки мне тоже. Ну, котлетки мне понравились, в принципе, полностью. Немного, правда, не слуховатые, это мне не понравилось. А так они тоже как будто бы диетические. То есть они запечененькие. Пюрешки мало. Вот я бы вот это, может, поставил бы, наверное, 8 поставлю, потому что здесь маловато. Порция маловато. Хочется порцию большую. Полтора раза? Еще одну котлетку? Мне кажется, что если бы здесь было реально в полтора раза больше пюре, и, к примеру, еще половинка котлеты, хотя бы две с половиной, это была бы нормальная порция. А так она немножко урезана для моего желудка. Чуть-чуть недоедаешь получается. Пельмени мне действительно показали, что они больше размером, но по вкусу я не могу ничего сказать. А мне немножко вкусно. Это я поставлю восьмерочку по десятибалльной шкале, а за пельмени я поставлю, наверное, семерочку. И соуса для пельменей мало. Соуса мало, да. А твой вердикт? Мне они больше тогда. Да. Тебе пельмени будешь понравиться? Ну, давай. От одного до десяти то и то блюдо. Восьмер, потому что мало сометаной. Кроме. Можно порцию сделать 15. Да. А здесь 12. Увеличить порцию. А по пюрешке с котлетками? Пюре вкусно вообще. Какое это оценку? Десятку. Ну мало то, что можно поменьше поставить. На пюре, кстати, действительно на десятку. Если их разделить, то пюре десятка, а котлетки его на восьмерочку. По вкусу она офигенная. Когда солбармен говорит, хотите еще к десерту чаю что-нибудь. Чай у них сколько он сказал? 30 сколько что ли? А? Не помнишь сколько стало? Чай? Чай. Чай. Надо попробовать тебе с душонкой. Ты с чем хочешь? Я вообще-то нефицирована. Я не особо хочу. Наверное, со сметаной. Со сметаной. С душонкой слишком. Да. То ли 60, то ли 30 чайник стоит, то ли 60. 30 чайник. Мы выбрали сырники. В общем, пока мы это соображали, он говорит, ну хотите, я вас чаем угощу. Если сырники берете, я вас чаем угощу. Сырники стоят здесь 80 донгов. Это как бы недешево. Но если чаем угощают, надо попробовать. Да. Давно мы чай не пили с тобой. Попробуем. Задабривают нас со всех сторон. Интересное местечко. Чаю? Да. У них другие десерты. В принципе, да. Посмотрим. Ну ты сам захочешь. А я ничего не говорю. Я говорю, что цена немножко заучена, мне кажется. по сырникам. А вот и с сырниками. Ну нет, может быть, домашняя сырма. Спасибо. Круто. Выглядит симпатичный, конечно. Все размеры нормальные. Ухырень. Да. Представляется, что на микро размер нормальный. Размер вот такой, похож на стандартный. О, с такими огенькими сразу видно. Прикольно, да? Мы сейчас на вкус попробуем. Может, на вкус они и другие совершенно. А может, надо было со скухой? У тебя же вот это сырник. Это же твоё всё. Почему? В смысле? Нет, это больше сырник. Я его половинку съем. А, ты не хочешь? А, ну если так, то бери. Прикольно сделано, кстати. Вкусно. А, дорогая, это не сложно, потому что они перекупают. Ты что сказал? Может быть. Может быть, у них... Вот по вкусу творог чувствует, что он немножко не российский. Мне так кажется. Здесь же молочка другая. Ну, какую оценку можешь поставить от 1 до 10? Не знаю. Прикольно. Может, 8, 8, 9. Очень 9. Ну, я поставлю 7. Ммм. Мм. 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 Во-первых, они... Ну, всё-таки, мне кажется, за эту цену их должно быть больше. Мне кажется, и дорого, да. Сметаны по-прежнему мало. Творог. Творог... Я не понимаю, немножко другой. Вкусный, но всё равно другой. Это ещё твоё. Да. Может быть бы я это сделал чуть-чуть послаще, а может и нет А мне наоборот нравится, что здесь Это да, хорошо, дерево падает, всякие штуки Цветочки Кстати, вот Ну может быть, и 8 поставил Между семеркой и восьмеркой Тоже они делают без них, но их как-то не видать Ну да, кстати, вот эта кафешка, здесь русские бизнес выстраивают И действительно в Вьетнаме русских много, которые делают бизнес Говорят, вообще очень просто делать его Проще, чем в России А что это такое? Это съедобня Это из актера делается с пищевым красителем для красоты Специально, что это можно кушать Понятно Спасибо В общем, в итоге Это какое-то, что-то с сахаром Просто для красоты Но оно не сладкое Ну все, попробуй Странно, действительно оно Но, я сказал, с сахаром На вкус оно Больше на макароны сухие похоже, да? Даже не знаю, на что там есть вкус Ну да Интересно Ну вот нам объяснили, что сырники дорогие Потому что здесь творога практически нет, молока Поэтому здесь все это дорого А котлеты суховаты Потому что здесь Говядина вся сухая Скажут так, она не жирная А где там? На северном Ааааа Мари с вами называлась О, сфига Понятно Да, да Самое удобное О, на 235 Какие-то туалеты А вот туалет Все тут есть Помыть ручки Нормально Чистенько Спасибо До свидания Процветающего вам бизнеса Пойдем Спасибо Вот так вот она называется Сан-Мари Спасибо Спасибо Бесплатные напитки были нормальные Приходите Все, все, доброго Бесплатные напитки